Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и подходит к концу 2016 год, а вместе с ним и первый сезон игр в детской познавательной программе «Страна безопасности». За это время в нашей программе приняло участие более 80 гомельских ребят. И теперь мы с уверенностью можем говорить, что о безопасности и правильном поведении в чрезвычайных ситуациях они стали знать намного больше. В конце года принято подводить итоги. Мы решили не отступать от этой традиции и выбрали ребят, которые уже участвовали в нашей программе и набрали максимальное количество очков. Сегодня первая пара участников, а ими стали Варя и Дима, отправились за новыми приключениями и прибыли на учебную базу при лицее МЧС. Впрочем, лучше один раз увидеть. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Со многими из вас мы уже успели познакомиться, но для наших маленьких телезрителей я представлюсь еще раз. Меня зовут Мария Александровна и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается любая беда – пожар, стихия или наводнение. Ребята, а какие чрезвычайные ситуации вам знакомы, которые случаются в зимнее время года? Дети катаются на горке и там, где водоем, они могут провалиться. Можно подойти к водоему и наступить на лед и упасть можно. Ребята, в зимнее время года случаются различные чрезвычайные ситуации, такие как буран, вьюга, снегопад. Но для того, чтобы зима оставила только теплые впечатления, мы для этого сегодня с вами и собрались. Перед началом нашего испытания я хотела бы вам напомнить основные правила поведения в зимнее время года. Для этого я предлагаю посмотреть мультфильм про Спасайку. Привет, друзья! Это снова я. Сегодня мы поговорим с вами про чудесные зимние забавы. Ну и, конечно, про опасности, которые могут подстерегать вас зимой. Скажу вам по секрету, я очень люблю зиму, когда, как не зимой, можно играть в снежки, кататься на коньках и лыжах или пить снежную бабу. Итак, если утром вы проснулись и увидели за окном белый снег, значит, пора доставать из шкафа теплые вещи, куртку, зимние сапоги, шапку и шарф. Так вы не только не замерзнете холодной зимой, но и защитите себя от простуды. Ребята, вы только посмотрите, какая чудесная погода! Солнце, хрустящий снег – это отличный повод, чтобы прогуляться и получить заряд хорошего настроения. Зимой все улицы и дороги превращаются в большую ледяную площадку. Так и хочется прокатиться по скользкому льду. Но, к сожалению, не всегда это получается безопасно. Дети и взрослые часто падают зимой и травмируются. Чтобы этого не произошло и прогулка оставила в вашей памяти приятные впечатления, запоминайте мои простые советы. Всегда смотрите себе под ноги и по сторонам. Чтобы не упасть и не получить травму, нужно ходить по очищенному от снега и льда тротуару. Или по песку, которым взрослые посыпают дорожки, чтобы не было скользко. Спускаясь или поднимаясь по лестницам, обязательно держитесь за поручни, чтобы не поскользнуться и не упасть. А теперь оглянитесь по сторонам. Я думаю, вы с легкостью заметите то, что встречается только зимой. Кто не догадался, я подскажу. Это сосульки, которые могут упасть в любой момент. И если в это время внизу будете стоять вы или ваши друзья, то тяжелой травмы не избежать. Проходя зимой мимо зданий, обращайте внимание, не свисает ли с крыш сосульки. Старайтесь обходить такие места. Но среди всех опасностей, которые могут подстерегать вас, одна из самых серьезных связана с машинами и проезжей частью. Взрослые эти ситуации называют дорожно-транспортными происшествиями. Из-за снега и льда на дорогах машины не сразу могут затормозить. Поэтому всегда будьте очень внимательными и осторожными возле автомобильных дорог. Не играйте и не забегайте на проезжую часть. А на другую сторону переходите только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Но даже когда загорелся зеленый свет или вы подошли к пешеходному переходу, не спешите переходить. Для начала убедитесь, что все машины остановились, и только тогда вы можете безопасно перейти в улицу. Посмотрите, как художница зима заковала в ледяную корку реки и озера. Как же тут не взять коньки и не устроить танцы на льду? Это еще одна серьезная опасность в зимнее время. Лед, который покрывает реки и озера, очень коварный. Никогда не ходите по такому льду. В некоторых местах он может быть таким тонким, что треснет у вас под ногами, и вы провалитесь, а можете и утонуть. Даже если на зимнем водоеме вы увидели рыбаков, не выходите на лед. А безопасно и с удовольствием покататься на коньках вы сможете в специально отведенных для этого местах. Если вы увидели, как кто-то провалился под лед или тонет, не проходите мимо. Обязательно вызовите спасателей по телефону 101 или 112 и расскажите, что случилось и где это произошло. Я уверен, ребята, что следуя моим советам, зимние прогулки станут для вас еще интереснее, веселее и безопаснее. До новых встреч! Ребята, я хочу предложить вам испытания, которые потребуют от вас скорости, знания и внимания. Вам предстоит ответить на вопросы нашего теста, по результатам которого мы определим победителей сегодняшней программы. У каждого из вас свой монитор. Я предлагаю начать тестирование. Ты ответила на 4 вопроса из 5. Что ты сделаешь, если вдруг провалишься под лед? Широко раскивнув руки, буду грудью ползать наиболее крепкий лед. Варя, это правильный вариант ответа. Дима, ты также ответил на 4 вопроса из 5. Давай посмотрим, какая у тебя ошибка. Так нужно перемещаться по скользким ступенькам и большими скользящими шажками, как при поле беновы. Теперь ты знаешь, как правильно передвигаться по скользким ступенькам, а нам пора подводить итоги. По результатам сегодняшней игры, первого зимнего кубка победила дружба. Да! Ребята, в нашей стране безопасности ничего плохого с вами произойти не может. Но в жизни, при незнании простых правил безопасного поведения, последствия могут быть самые непредсказуемые. А я желаю вам и нашим маленьким телезрителям удачи, успехов в учебе и, конечно же, безопасности. До скорой встречи! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова